МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пять жителей Неницкого округа стали обладателями квартир, приобретенных по программе 1-процентной ипотеки. Сегодня в Московском индустриальном банке был подписан пятый договор купли-продажи жилья. До конца недели планируется подписать договор еще с двумя жителями города. С момента запуска уникальной ипотечной программы в банки ежедневно поступают заявки, и сегодня их количество перешагнуло за сотню. Чуть более месяца ожиданий, и Сергей стал обладателем двухкомнатной квартиры. В собственное жилье он переедет с супругой и сыном. Первенец появился на свет только вчера. С 1-процентной ипотекой у меня появилась возможность приобрести собственное жилье и уже переехать в свою квартиру. Не платить деньги, как говорится, чужим дядям и тетям, для того, чтобы комфортно жить. По словам управляющего Московским индустриальным банком в Нарьенмаре, на месте Сергея может оказаться каждый. Для этого необходимо подать в банк заявку и пакет документов, справку 2 НДФЛ, заверенную копию трудовой книжки, копию паспорта с НИЛС и НН. В период действия программы банком принято порядка 100 заявок. Весь процесс разделен на два этапа. Первый этап из 100 заявок прошло порядка 30 заявок. То есть банк подтвердил, точнее, клиенты подтвердили свое финансовое положение, и банк принял положительное решение. Из этих 30 заявок 10 клиентов уже принесли документы по недвижимости. Банк их обработал и принял тоже положительное решение по недвижимости. И эти 10 заявок вышли на подписание документов. На сегодня организация оформила уже пять сделок. До конца недели планируется выдать еще два кредита. Средняя сумма займа составляет 3 миллиона 200 тысяч и зависит от стоимости жилья и платежеспособности клиента. Как банк рассчитывает платежеспособность? То есть он берет весь доход, делит его попалом. То есть все, что половина, это уходит на кредит. То есть если вы берете, например, кредит 3,200 или 3,500, то платеж по кредиту получается около 18 тысяч рублей. Если у вас доход семьи 40 тысяч, то вам вполне можно подавать заявку и вам одобрит банк. В 2018 году банк продолжит кредитование по программе «Ипотека-1». Объемы на покупку первичного жилья составят 19 миллионов, вторичного – 92 миллиона. Если спрос населения окажется выше, банк будет ходатайствовать об увеличении выделения средств из окружного бюджета. Частная инициатива – двигатель любой экономики. Об этом заявил глава Неницкого округа по итогам посещения производственных цехов СПК «Ерв». Александр Цибульский познакомился с продукцией хозяйства, объемами реализации и поговорил с руководством предприятия о развитии оленеводства. Это наш цех по переработке оленеводства. Самое, можно сказать, сердце. Производственные помещения главе региона показывает главный технолог компании. Причем цеха «Ерва» достаточно небольшие, но это абсолютно не мешает СПК постоянно расширять свой ассортимент. Только в списке мясной продукции сегодня 53 наименования – от замороженных полуфабрикатов до вяленых деликатесов. Мы уже подошли к тому, что делаем вяленые продукции – чипсы, вяленая оленина и сутжук. Заложили и копченый колбас. Вот сейчас у нас находятся они в производстве. Здесь ставки делаются на все, что может быть интересно покупателю. Понятно, что в основе мясная продукция. Но частный производитель также коптит и вялит рыбу, реализует морожку, изготавливает различные консервы и даже меховые изделия, которые шьются в поселке Красное. А сейчас СПК готовит крупную поставку в Москву. У нас поступило объект от одного московского ресторана. Вот мы готовим сейчас продукцию. Ну, пока секрет. Вот это мы готовим на москвичей, вот это мы готовим на москвичей. Вот это тоже готовим на москвичей. То есть, вступил объект. Мы хотим с ними попробовать поработать в этом году, как получится. Но они сказали, что если все нормально, то будут с нами продолжать сотрудничать дальше. Каре, оленья вырезка и мясо для антрекота. По мнению руководства компании, столичному жителю, несомненно, придутся по душе. И в будущем можно смело рассчитывать на взаимовыгодное сотрудничество. Но, как заявляют в СПК, покупательский спрос все равно не тот. Хозяйство способно на большее, как, в принципе, и все оленеводство региона в целом. Как раз о перспективах и существующих трудностях председатели ЕРВА Петр Хабаров и глава Нинецкого округа Александр Цибульский поговорили в узком кругу. По итогам встречи руководитель субъекта выразил желание помогать частному предприятию. Это такая хорошая частная альтернатива нашему мясокомбинату. Понятно, что по объему мы еще сильно отличающиеся. Еще можно сказать здесь по вопросам полуфабрикатов, по вопросам продуктов переработки, такой же зарождающейся производства. Но, тем не менее, надо его всячески поддерживать. Это частная инициатива. Частная инициатива – это двигатель любой экономики. Наш мясокомбинат, он за счет своих объемов, за счет традиционно налаженных цепочек поставки, конечно, сегодня имеет серьезные преимущества. Но, тем не менее, в моем понимании, именно из-за этого, из-за того, что он находится в таком немножко привилегированном, расслабленном положении, он не сильно думает о том, чтобы наращивать прибыль и снижать издержки. Сегодня поголовье хозяйства насчитывает более 11 тысяч голов оленей. Потенциал есть, но используется он не в полной мере. Так говорит председатель хозяйства. Для дальнейшего развития ИСПК ЕРФ намерен совершенствовать зоотехнические мероприятия и организацию труда, улучшать ветеринарный контроль, а также вести племенную работу. Надежда и Сергей Качеговы, Телеканал «Север». Амдерма-сервис не войдет в структуру муниципального предприятия Заполярного района Северожилкомсервис. Такое решение было принято на совещании по вопросам развития Амдерма, которое состоялось в рамках рабочего визита временно исполняющего обязанности губернатора Нинецкого округа в отдаленный поселок. В обсуждении вопросов приняли участие глава региона Заполярного района, муниципального образования, а также поселковые депутаты и руководство предприятия Амдерма-сервис. Сегодня Амдерма-сервис является самым крупным предприятием в поселке. Оно выполняет функции ресурсоснабжающей организации, занимается благоустройством придомовых территорий, обслуживает инженерные сети поселка. До 2015 года занималась капремонтом многоквартирных домов. По словам главы районной администрации Олега Холодова, последние два года предприятие работает с убытком. Может быть, это такой немножко скоропалительный вывод, но из-за того, что Амдерма-сервис, иногда не просчитывая экономику, выполняла какие-то несвойственные ей работы, ну так назовем их условно спонсорским способом, вот и привело к тому, что у вас на сегодня минусовой баланс. На совещании было озвучено предложение передать объекты Амдерма-сервис Северожилком-сервису. С экономической точки зрения, принятие такого решения могло бы серьезно улучшить ситуацию с менеджментом и ресурсами, которые можно было бы направить в Амдерму. Но со стороны работников и руководства МУПа, а также поселковых депутатов, эта инициатива не нашла поддержки. Сейчас мы не будем принимать решение о передаче Амдерма-сервис в Северожилком-сервис. И посмотрим, почему я так понимаю, потому что я человек новый, я не знаю всех этих историй, но за год я обещаю, я в этом во всем разберусь. Вы за год, пожалуйста, тогда показывайте эффективность работы Амдерма-сервис. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Александр Цибульский, будущий год станет испытательным периодом для местного предприятия. Илья Сахаров, Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», Амдерма. В собрании депутатов на профильных комиссиях началось рассмотрение расходной части окружного бюджета. На заседании постоянной комиссии по социальной политике парламентарии рассмотрели расходы на сферу образования. Согласно проектировкам бюджета на реализацию госпрограммы развития образования в НАУ в 2018 году направят более 4 миллиардов рублей. Расходы на организацию дошкольного образования составят 1 миллиард 100 миллионов. Большая часть денежных средств, порядка 971 миллиона рублей, будет направлена 26 региональным дошкольным учреждениям на выполнение государственных заданий. Расходы на содержание бюджетных учреждений общего образования в следующем году составят 1 миллиард 460 миллионов. На обеспечение питания обучающихся запланировано порядка 143 миллионов рублей. На финансовое обеспечение дополнительного образования на 2018 год предусмотрят 209 миллионов. Вице-спикер Татьяна Бадьян напомнила о введении образовательного сертификата в регионе на услуги дополнительного образования. Он предоставит возможность каждому ребенку бесплатно посещать кружок или секцию по своему выбору. На содержание трех бюджетных учреждений среднего профессионального образования Ненецкого аграрно-экономического техникума, Наринмарского социально-гуманитарного колледжа и Ненецкого профессионального училища набравят более 353 миллионов рублей. В том числе на питание обучающимся в учреждениях среднего профессионального образования в размере 17 миллионов. На обеспечение местами в общежитиях более 37 миллионов рублей. На выплату стипендий 16 миллионов рублей. Бюджет Заполярного района вынесут на публичное слушание. Проект главного финансового документа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов уже поступил в Совет Заполярного района на рассмотрение. Согласно проекту, доходы районного бюджета на будущий год прогнозируются в сумме 743 тысячи рублей, расходы 1 миллион 66 тысяч. Дефицит составит 44,7% утвержденного общегодового объема доходов без учета безвозмездных поступлений. На его покрытие будут направлены остатки средств, собственных доходов районного бюджета по состоянию на 1 января 2018 года. Ознакомиться с проектом документа можно на официальном сайте Заполярного района и в официальном бюллетене Заполярного района от 17 ноября 2017 года. Публичное обсуждение проекта районного бюджета состоится 30 ноября текущего года в 16 часов в актовом зале администрации Заполярного района. Средняя зарплата в Ненинском округе за год выросла на 2,3%. При этом самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован не у нефтяников, а в рыболовстве. По информации управления Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата в Ненинском округе в январе-сентябре составила 73 тысячи 49 рублей 80 копеек, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3%. По итогам сентября на первое место по уровню оплаты труда вышло рыболовство с заработной платой порядка 135 тысяч рублей. Традиционный лидер по зарплатам среди всех отраслей Ненинского округа сектор добычи полезных ископаемых переместился на второе место – 99 тысяч. На третьем месте госуправление. В этой сфере заработная плата составляет 85 тысяч рублей. Самые скромные зарплаты в Ненинском округе в сельском хозяйстве – около 32,5 тысяч, в секторе гостиницы и предприятия общественного питания – 33 тысячи рублей и розничной торговли – 40,5 тысяч. Промежуточные позиции занимают образование – 52 тысячи рублей и здравоохранение – 67,5 тысяч. Просроченная задолженность по заработной плате на 1 октября составляет в Ненинском округе 9 миллионов 298 тысяч рублей, снизившись за три месяца на 947 тысяч. Вся эта задолженность сконцентрирована в секторе строительства. Денежные доходы населения в среднем на душу населения в Ненинском округе составили в январе-сентябре 67 тысяч 908 рублей 50 копеек, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,1%. Четыре снегохода, лодка с мотором и транспортировочный прицеп. Поисково-спасательная служба Ненинского округа обновила технику при поддержке недропользователей. Автопарк поисково-спасательной службы Ненинского округа пополнился новой техникой благодаря поддержке недропользователей. Временно исполняющий обязанности губернатор округа Александр Цибульский вместе с руководителем «Лукоилл Севернефтегаза» Николаем Новожиловым вручил ключи от новой спасательной техники руководства поисково-спасательной службы. Торжественная церемония передачи учреждению четырех снегоходов и моторной лодки с подвесным мотором и транспортировочным прицепом прошла на базе поисково-спасательной службы. Новые четырехтактные снегоходы «Линокс Командр» подобраны с учетом специфики работы спасателей. Широкие гусеницы будут лучше удерживать снегоход на мягком и глубоком снегу. В этом году мы начали обновлять линейку снегоходов, которые у нас находятся в наличии. Вот это самое новое, да, естественно, мы только их приобрели. Самый старый у нас снегоход 2006 года, вот, но вся техника находится в исправном состоянии, как бы ездит, да. Если, в принципе, пойдет так и дальше, то потихонечку мы обновим весь парк. Сегодняшний день с этими новыми снегоходами у нас 9 единиц. В настоящее время в штате окружной поисково-спасательной службы 18 действующих спасателей и 3 руководителя, которые также выезжают на проведение поисково-спасательных операций. По словам временно исполняющего обязанности губернатора округа Александра Цибульского, наличие современной техники крайне необходимо для службы экстренного реагирования. Чем более качественно вы будете оснащены, чем более новая и надежная техника будет у вас в эксплуатации, тем надежнее и увереннее будем чувствовать себя мы, жители округа. Поэтому вам спасибо большое за вашу работу. Я надеюсь, что эти снегоходы будут помогать вам оказываться в тех местах, где вы нужны. На укрепление и повышение уровня материально-технической базы окружной поисково-спасательной службы было перечислено свыше 7 миллионов рублей. В рамках участия компании «Лукойл» в социально-экономическом развитии округа для учреждения приобрели 4 снегохода, моторную лодку с подвесным мотором и транспортировочный прицеп. Вся техника была доставлена в Наринмар в ноябре. Как региональные власти, так и компания «Лукойл» во главу угла ставят жизнь и здоровье человека. Мефтяники, наши подрядчики, все работают в разных уголках огромного Ненецкого округа. Я надеюсь, конечно, никогда не понадобится нам ваша помощь, но мы всегда знаем и уверены, что вы прибудете вовремя и поможете. Как отметил Николай Новожилов, компания «Лукойл» и дальше будет участвовать в проектах, направленных на улучшение социально-экономической жизни округа и его жителей. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Наринмаре определены четыре площадки по проведению второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в 2018 году. Так, на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума пройдут состязания будущих специалистов по поварскому делу, предпринимательству и ветеринарии. Испытания по специальности «Физическая культура» будут организованы на базе Социально-экономического колледжа имени Ваучейского. В настоящее время прорабатывается вопрос организации площадки по пятому направлению чемпионата «Компетенции, медицинский и социальный уход». Как пояснили в профильном ведомстве, при выборе компетенции учитывалась их востребованность, а также опыт участия представителей региона в соревнованиях по данному направлению. Второй в Ненецком автономном округе чемпионат «Молодые профессионалы» в рамках движения WorldSkills Russia пройдет на Наринмаре с 26 февраля по 2 марта 2018 года. Чемпионат будет проходить в соответствии со стандартами международной организации, к движению которой Ненецкий округ присоединился только в 2016 году. Победители смогут представить округ на отборочных соревнованиях перед финалом национального чемпионата, который является очередным этапом перед международными состязаниями. Известно, что в 2018 году финал национального чемпионата будет проходить в Сахалинской области с 8 по 12 августа 2018 года. Напомню, в 2017 году национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017. Команда подтвердила свое лидерство в шести профессиях. Золотые медали получили по компетенциям IT-решения для бизнеса, авиапразработка, ювелирное дело, холодильная техника и системы кондиционирования, сетевое и системное администрирование, экспедирование грузов. В 2019 году чемпионат мира WorldSkills Competition пройдет в России в городе Казань. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.